Защищались. 35 минут хорошо защищались. На видео мы долго разбирали, не знали все две стороны Италии. В принципе, 35 минут, аж 36 минут закрывали. Поэтому, в принципе, они много не забили поток. Концентрировали концентрацию, пропустили пару раз на генеролог, не разобрались с ней. Пару трех очков с синей стороны Италии хорошо бросают. В принципе, все. Вопрос Тимофея. Маленький счет, ну, небольшой счет такой за оборонительной, ну, вашей такой, игры или почему? Или реализация все-таки? Какая главная причина для вас? Маленький счет, реализация, она происходит с того, как вы защищаетесь. Если бы мы защищались, да, как, наверное, другие команды защищаются. Мы защищались против Италии. Наверное, они больше не были, мы с лучшим процентом. Но мы старались, как и сильные стороны, играть, так сказать, не совсем классической защитной. Афея. Насколько не хватало игроков, которые силу Валка Печи не смогли участвовать в матче? Не хочу, комментирую, так сказать, потому что нам, конечно, их не хватало, но у нас есть команда, и мы играем. Сейчас не обсуждаем ребят, которые не с нами, к сожалению. В чем вы говорили трибуны сегодня? И вообще, насколько игра на домашней арене была особенной? Ну, конечно. Играть на мульте все приятно в России. Играть приятно. Приятно, что народ с областями лежал и на последние минуты все переживали. Огромный паспорт. Большой спасибо всем ребятам, кто нас пришел поддержать. Ждем теперь всех на следующий день. Лучше всего, что у команды сегодня получалось, на ваш взгляд? Ну, опять же, из-за 35 минут в защите хорошие были. Тим, при таком преимуществе на подборах, в том числе и при своей помощи, в первую очередь, почему все-таки не удалось продолжать Талию? Ну, это как-то неестественно, по крайней мере, при такой статистике, что что-то экстраординарное случилось. То есть, там, потеря концентрации, недооценка соперника. Что это, чем нужно? Еще раз считаю, что мы потеряли концентрацию в последние 4-5 минут. К судейству есть какие-то вопросы? Сегодня было много национальных моментов. Никогда я вообще судейству не буду комментировать, потому что я, одно знаю, никогда команда никакая не бывает довольна судейству, поэтому... Никакой вопрос. У меня есть вопросы к Синафею. Когда мы его отпустим, Синафею. Спасибо большое. Во-первых, хотелось отметить характер ребят. Мы знали, что мы в города Италии, из 13 и 12 лет, мы вверх 15, 20 очков вели, с сумасшедшим процентом, он такой, чем тигом. Мы только приняли всю свою мощь, всю свою защиту, все не бросили на этих трех постсов и, как само время, на том, что в первых двух четвертях вообще перекрыли снайперы, на том, как бы не было, мячились, и с джин-кинг справлялись, и, естественно, была концентрация, не играть в открытую, потому что там, что просто, причем счет, не играть в открытую, с футбол, с итальянцев, потому что они как-либо, они начали бегать, здесь все еще не бегали в ошибке, на лучшем, как было в прошлой игроке, в классе, в поле очков, поэтому, наоборот, хотели играть под защиткой, в закрытую, в мастер-голубе, в мастер-голубе, и с коктингологом Тимею передачу в одну передачу Мозгову и Соколову, и раскрывать на перемене в четвертую игру, которая играется с Семеном, Антоном и Сызурковым, то есть, я вернусь, что ребята выполнят в план на игру, может быть, не полностью, 23 очка, 25 очка, 20 очка за 20 минут, в детали, это большой показатель, то есть, и в перерыве, мы даже в третьей четверти сказали, что если бы мы удерживаем, удерживаем их не больше 30, мы выиграем его, но они забили 40, то есть, вот эти 10 очков, которые Джентилья, я думаю, что забил 3 очков, 3, 3, будет 2, и еще 3, то есть, вот, это практически здесь будет, игра 2 здесь решена просто, мы смогли разобраться, мы попали в маленький голослов, большой, несложный, вышел, большая коммуникация, я говорю, что у нас, к сожалению, нам не хватило, и у нас, прошлое сломали, прошлое сломали, прошлое сломали, прошлое сломали, прошлое сломали, и он очень хорошо, с Джентильей играл, и, к сожалению, то, что у нас не стало, и наши малыши не смогли в эту ситуацию, достаточно, в степени ходила, мощные, и есть, как бы, чтобы пойти с вертой спрятавания, закрыть на улице, но это же есть, но самое главное сейчас не опускать голову, а бороться, рожаться, как сказал Илья Симонович, то есть, я всегда и для характера, и тогда, как бы, сложно не было, мы сейчас есть, все здесь вместе, мы должны играть, и бороться с швейцами, играли с Илья Сахадой дальше, надо будет идти и играть, то есть, Илья Пайк, выходить на чемпионат, Илья, играть в нашу игру, концентрация была на падении, двигали мяч, играли умно, за исключением, когда стали в последнюю минуту, когда говорили на игроках с мячом, когда мы сейчас, мы стали играть в серийную, стали играть, получили, то есть, не хватило, эмоционально, сбились, там, где-то броски, кольца жесткие, здесь жесткие, здесь динамо, сбились на броске с 7 метров, там, пара элементов, был лагерный, был на сторону, и там, может, широко можно пойти, использовать свои скоростные качества, и создать ситуацию, или для пола, или для передачи большого, но мы взяли, как вот, триллер, сыграли, бросили с 7 метров, 2-3 раза, всегда дальнепросток, когда вооружение управляем, и тем самым, когда мы сможем почувствовать уверенность, вы бы работаете, еще раз поздаюсь, характер есть, и вы молодцы, здесь, при многих местах, не в чем, по большому счету, планы идут, но не хватило каких-то удачи, где-то не хватило военническое завершение, вот так, и чуть-чуть умеется, играть больше, вот, автомат, как бы, стополки, и немножко с нами поднимать, и человек начинает еще с 7 метров, на все периметры играть, как и маска, и с поднимением уровня, сложно играть, потому что итальянцы тоже хорошо защищаются, для плотного защиты, через руку, как и ЭГЭ, сложно реализовать преимущество. Будем работать под собой, чтобы мы имели разноформенное поддление, когда давление есть к преодолевателам, проходами, и, если есть вопросы, пожалуйста. Я еще раз хотел отметить ребят, характер, они боролись, мы не очень сильный бой. Сделали максимум. Кроме того, что они ошибок, что они ошибки совершили, даже, еще раз повторюсь, мы забили до стартами в прошлом году, вот эти 10 очков в конце, мы за 4-е, мы с вами дали, как мы играли в первые четверти, мы не забивали, мы сыграли в 40-е, 30-е, 25-е, чем счет, мы еще маленько. То есть, мне такой план был на игру, еще выиграть третью-четверть очков, на четвертую, даже, может, или в ничью. То есть, как бы, две четверти, мы должны были провозно сыграть, но сыграли третью достаточно, а на четвертую, уже вот эта концентрация. Евгений Юрьевич, вы уже затронули тему трех очков. Вот все-таки что случилось с дальним броском? У обеих команд он сегодня не шел, особенно в первой половине. Я думаю, что, если вы сможете чемпионаты Европы в 2007-м, там и Навара, и все ходят еще, если вы помните, на 59 на 60. То есть, в финальных матчах, практически как финал, таких уровней, таких команд, то есть, там у нас счетов по 100. Ну, бывают, может быть, дремки по-американскому, но в европейском наступлере, когда решается судьба своего финала и выхода большой игры, там больших счетов, как правило, не бывает. Потому что, как бы, все внимание большой защите уделяют этой практически концентрации, атмосферы и ответственность вырастают. И вы, если вы изобидели, вы промазали сегодня 5 или 7 полов в первых двух четвертях, вы промазали защиту. Они небольшие. Наоборот, удивление большие все свои свои забиты. То есть, вот здесь, о чем мы говорим, это психология чистая. 10-10 на игре. Вот этот вопрос был связан, прежде всего, с тем, что, по крайней мере, лично мне не очень было понятно, когда Антонов бросал трехочковый где-то за 15 секунд до конца при минус двух. В связи с тем, что бросок, в общем-то, всю игру не шел трехочковый, правильно ли это было решение, на ваш взгляд, соответствовало ли оно на вашу остановку? Ситуация была такая, что мы должны были разыграть с пятым, а перевести на Антона Васильевна, и чтобы Антон посмотрел Тимофея под крыльцом. Но они, наверное, у Томас хитрил, просто жалоб шел на пять метров, закрыл передачу Тимофея, спровоцировал на бросок и убил логично. Потому что, как бы, Италия среагировала и отошли три-четыре метра и закрыли, не передачиваться. Потому что не дайте из под крыльцом нам реализовать Тимофея. Естественно, по логике за получение взяли защитника, и он остался один на один. В нижнем он забивали. Сказать-то в таких случаях не бей, когда человек играл лучшим игроком России, признан, он, так сказать, такой ситуация не бросать, это в виде нейтральной гранатуры. То есть он логичный бросок сделал. Если попал, то решил сделать. Или, допустим, Женя Уранов сделал логичный бросок. Было время две секунды. Полсекунды, две секунды для того, чтобы выдохнуть, помоги подставить. То есть эти два броска джентиль и забил. То есть вопрос в этом, по логике, по голове все правильно сделали. В целом довольны тем, как команда заигрывала Тимофея Мозглова, как пользовалась его отрыванием? Я думаю, что мы намного лучше сегодня играли, вообще как команда чемпионера. То есть дисциплинированность, не было хаоса, паники. По исключению, там пару минут было, когда они разберегали, на второй четверть началось. Но потом ребята успокоились, то есть играли команду дисциплинированно. Очень сложно Тимофею, кто сейчас в европейской баскетболе, даже не английский, там один стал, нельзя строгать. Как Швейцарский с нами говорит, по пять человек, он получает мяч, вокруг него пять. И сложно просто прийти, ему отдать мяч, что это статическое положение. Потому что все знают, и вот то, что Адатону тоже откроет, все знают, и они просто рискуют, говорят, бейте с дистанции, но не дадим Тимофею, получит мяч, он получает сразу фалш. То есть, они знают его силу, естественно, они реагируют. Поэтому нам все равно нужна атака с периметром. Потому что здесь, допустим, три защитника стоят, от трех защитников отдашли на Тимофея, и тогда должны реализовывать. Тогда они широко разойдутся, и Тимофею будет возможность отдать больше передать. Потому что соперники разбирают, знают, и готовы перед игрой написать, мы будем втроем, втроем держать Тимофея на сбору. И они так и сделаны. Но тем не менее, Тимофея на детском играли, у них была возможность забирал, забирал из холода, забирал слева-справа, подбирал, полы-забирал. То есть, к Тиме нет вопросов. Сейчас, я еще посмотрю, в Европе сложно дать им десять раз подряд, чтобы он на землях не делал. Они не оставляют это. Я не позволяю нападение, он параллельно нападение. Поэтому, то есть, как мы на этом попали в Швейцаре, здесь мячей работали, или потерями, полыбились, тяжело, и мы должны не стремить позицию. Поэтому, если мы чуть-чуть коррекции сделали, но тем не менее, акцент, чтобы он предъявляющийся на голову был, То есть, у нас первая опция, мы сможем его, если там заняты в центрусекундный зон, дальше он найдет дверец. Наверное, тогда получилось особенно обидно, что на последние секунды не получилось его выпустить, там какая-то заминка была уставительная? Ну, там на фодборк хотели его выпустить, на фодборк, но немножко Скорик сказал, что некий игрокам не забил замену. Я показал замену, и он, может быть, не так быстро выскочил, что активный идей замену, но здесь тоже, когда мы играем, и когда просто тебе замену не дают, по правилам, он должен сидеть на скопе, потому что шоу, корецкий, но тем не менее, все равно подборник играет, это тоже мяч, может быть, даже в этой ситуации зубков уложит, когда он упал, сделал, но сам это необычным периодом, может быть, это вполне аналогичнее, или двух очков, например, очковый проскоп, очень большой проскоп, видимо, на себя и передал, и он создал воробную ситуацию, когда он чистил. То есть, завершая, практически, все равно подборник. Хотели бы поблагодарить, повесили, что сегодня все пришли, все поддерживали, слышали, все чувствовалось, что у него дети, Россия, 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 но мы вместе должны преодолевать, все останутся сильнее, и дальше, чтобы не было так, потому что Россия сильная держава, любят поступок у нас здесь, в стране. Я думаю, что мы не должны вернуться на эту линию европейскую, но через игры, через работу, через преодоление. Даже те регаты, нет одного состава, но тем не менее, это наше будущее, молодые игроки, очень много, лет 7 лет, 26 лет и младше, все такие будущие. Естественно, это легко будет, через европейский баскетбол вырастет, все умеют играть, я показал прошлый чемпионат Европы, каждый командный прошлый год, какого-то винирования нет, но тем не менее, надо стремиться, идти вперед, и опять, он сейчас улетает.